Уважаемые дамы и господа, мы провели содержательные переговоры с министром иностранных дел Арабской Республики Египет Самихам Шукри, уделили приоритетное внимание положению дел в регионе Ближнего Востока и Севера Африки. Он сегодня перенасыщен конфликтами. Здесь растет угроза терроризма, экстремизма, которая охватывает все больше стран. Россия и Египет подтвердили свою принципиальную позицию относительно того, что все проблемы в регионе Ближнего Востока и Севера Африки должны решаться исключительно в русле международного права через диалог, который охватывал бы все политические силы той или иной страны и был бы нацелен на достижение общенационального согласия. Мы в этом контексте подтвердили удовлетворение тем позитивным развитием событий, которые происходят в Египте. В прошлом году состоялись парламентские выборы, успешно завершившие политический процесс, который был анонсирован властями Арабской Республики Египет еще летом 2013 года. И мы заинтересованы в том, чтобы стабилизация обстановки в Египте позитивно сказывалась и на других странах региона. У нас общая позиция, которую мы неоднократно излагали в том, что касается сирийского кризиса. Только сирийский народ может определять будущее своей страны. Это зафиксировано в документах Международной группы поддержки Сирии в целом ряде резолюции Совета Безопасности ООН. И реализация этого принципа, реализация этих резолюций призвана обеспечить комфортное и безопасное существование всех групп населения, возвращение беженцев и восстановление страны. Мы договорились продолжать плотно сотрудничать в рамках Международной группы поддержки Сирии в контексте тех позитивных перемен, которые наметились в последнее время, имея в виду и успехи в реализации российско-американской инициативы, которая была поддержана Международной группой по Сирии, относительно прекращения боевых действий, расширения гуманитарного доступа к нуждающемуся населению и началу политического процесса. По всем этим направлениям есть движение вперед, и мы рассчитываем на то, что этот успех, пока очень осторожно можно об этом говорить, будет консолидирован в ходе женевских переговоров, которые на этой неделе, на следующей неделе будут продолжаться. Мы обменялись мнениями о ситуации в Йемене, главную задачу видим в необходимости добиваться немедленного прекращения огня, возобновления межъеменских консультаций с целью начала полномасштабного политического процесса, и результатом такого процесса мы бы хотели видеть восстановление йеменской государственности, восстановление законности в этой стране на основе соответствующих решений ООН и конференции по национальному диалогу. Мы поддерживаем усилия, которые в этом направлении предпринимают спецпослание генерального секретаря ООН по Йемену. Мы говорили о положении в регионе Ближнего Востока и Севера Африки и с точки зрения необходимости жестко противодействовать попыткам раздувать межконфессиональные противоречия, в том числе между суннитами и шиитами. Мы поделились нашими мыслями о том, как преодолевать сохраняющиеся и порой даже углубляющиеся разногласия между представителями этих двух течений великой религии ислама и встречаем понимание и поддержку стран наших египетских коллег. Мы предлагаем вместе с Египтом более активно, более скоординированно для всех внешних игроков работать по нормализации ситуации в Ливии. Есть соглашение, которое было подписано в Схирате. Оно приветствовало Сайтом безопасности ООН. И Сайтом безопасности также высказался за то, чтобы привлечь к национальному диалогу, к процессу национального примирения, национального согласия всех влиятельных ливийских игроков с тем, чтобы сформировать подлинно инклюзивное переходное правительство. Надеемся, что такой подход позволил бы переломить ситуацию в вопросе создания единой армии, единых силовых структур, что сейчас является предметом достаточно серьезных споров между ливийскими сторонами. Особое внимание мы уделили необходимости активных шагов с тем, чтобы деэскалировать нынешний виток напряженности на палестинских территориях, да и в самом Израиле. Очень важно добиваться палестинского согласия с тем, чтобы все палестинцы объединились на общей платформе организации освобождения Палестины и арабской мирной инициативы. И на этих же принципах важно добиваться возобновления переговорного процесса между палестинцами и израильтянами и урегулировать арабо-израильский конфликт на общепризнанной международно-правовой основе. Конечно же, мы воспользовались сегодняшней встречей, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в контексте реализации договоренностей, которые достигнуты в ходе регулярных встреч президентов Российской Федерации и Арабской Республики Египет, и также договоренности, которые были согласованы на очередном заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая чуть больше месяца назад собиралась в Каире. Мы отметили существенный прогресс по ряду стратегических направлений взаимодействия, включая строительство атомной электростанции в Египте, создание российской промышленной зоны, проекты в сфере гражданской авиации, железнодорожной инфраструктуры, выразили удовлетворение тем, что возобновились после некоторого перерыва межпарламентские связи по итогам визита в Египет в январе этого года. Председатели Государственной Думы Российской Федерации достигнута договоренность о создании групп дружбы в наших парламентах. Мы затрагивали вопрос о возобновлении прямого авиационного сообщения между нашими странами с тем, чтобы помочь наращивать туристический обмен, объем которого сократился по известным причинам. И договорились решить проблему возобновления авиационного сообщения в возможно короткие сроки при обеспечении высочайших стандартов безопасности для российских граждан. Мы ценим те контакты, которые проводились и продолжаются между службами гражданской авиации и другими компетентными органами России и Египта по завершению тех процедур, которые позволят как можно скорее возобновить прямое авиационное сообщение. Тем временем российская сторона активно работает над открытием генерального консульства в Хургаде. Это будет важно для дальнейшего развития туристических связей. И откроем это генеральное консульство в текущем году. В целом, итоги переговоров весьма и весьма позитивные и будут, я надеюсь и убежден, способствовать дальнейшему поступательному развитию нашего многопланового взаимодействия на благо наших народов. Спасибо. Если господин министр пожелает, можно ли поговорить на арабский, используя перевод на русский язык? Возможно, мы продолжим на английском, а затем, если удастся, организуем перевод с арабского. Я хотел бы выразить свою глубокую признательность его высокопревосходительства министру Лаврову за теплый прием, за весьма конструктивные переговоры, которые были проведены. Речь идет прежде всего вот о чем. Да, я приезжал в Москву ранее, но это мой первый официальный двусторонний визит в Российскую Федерацию. Он оказался весьма и весьма продуктивным. В ходе наших консультаций мы провели серьезную дискуссию о наших двусторонних отношениях. Египет твердо привержен продолжению расширения стратегических связей, которые существуют между Российской Федерацией и Египтом. В этот период, в период политического перехода, после выборов президента, после создания института палаты представителей, проходят серьезные связи, проходят встречи и разговоры президентов Путина и Сейси. Все это придало новый импульс развитию наших отношений, создало новые возможности для сотрудничества в экономической сфере, в культурной и в других. Мы укрепляем наше сотрудничество, в частности, в экономике. Все это принесет плоды для обоих народов. Мы также сейчас изучаем новые направления сотрудничества. Помимо этого, мы обсудили ряд региональных вопросов, касающихся высокой волатильности ситуации и последних событий в Сирии, в Ираке, в Йемене, в Ливии. Обсудили также израильско-палестинский конфликт, а также борьбу с терроризмом. Наличествуют определенные вызовы, с которыми сталкивается как Россия, так и Египет в том, что касается поддержания мира и безопасности в регионе Ближнего Востока. И в целом, на глобальной арене, мы по-прежнему считаем, что наблюдается большая доля взаимопонимания в том, что касается наших позиций по многим из этих вопросов. С тех пор, как мы объявили о такой позиции, она основана на тех принципах, которые заложены в Уставе ООН, и на принципе международной легитимности, необходимо также помнить о принципе мирного разрешения споров, необходимо поддерживать и далее высокий уровень координации и сотрудничества между двумя странами, между Россией, поскольку Россия является ведущей и весьма влиятельной мировой державой. Египет же очень крупная страна и также обладает большой долей влияния на то, что происходит в регионе. Мы с учетом того, что являемся сейчас временным членом Совета Безопасности и тесно сотрудничаем с Россией, постоянным членом Совета Безопасности. Мы надеемся, что это внесет вклад в укрепление мира и безопасности в международной арене. Мы также обсудили очень важный сегмент, который обеспечивает экономическое процветание Египта, особенно в настоящих условиях, поскольку стабильность Египта является важным фактором, способствующим обеспечению стабильности и мира на Ближнем Востоке в целом. Я говорю об экономическом процветании Египта. Египет во многом зависит от туристической индустрии. Это важный компонент нашей экономики. Мы всегда лелеяли, взращивали эту отрасль, поддерживали число российских туристов, которые приезжали в Египет. 4 миллиона египтян зависят от туристической индустрии. Мы предприняли шаги для сотрудничества с Россией в технической области, для обеспечения безопасности в аэропортах. Мы также приняли у себя ряд технических делегаций от Российской Федерации. Я полагаю, что в целом уровень сотрудничества удовлетворителен для обеих сторон были приняты новые системы, которые позволяют гарантировать безопасность аэропортов. Мы и далее будем сотрудничать на транспарентной, эффективной основе для того, чтобы мы могли бы восстановить уровень российских туристов, которые всегда приветствуются в Египте. Я надеюсь, что и далее мы будем тесно сотрудничать по этому вопросу с министром Лавровым. Я надеюсь, что вскоре станет возможно восстановить прямое воздушное сообщение между нашими странами и восстановить объемы туристического потока в Египет. Я хотел бы вновь вас поблагодарить. Я надеюсь, что мы и далее продолжим обсуждение на двусторонней основе, а также на международной, многосторонней основе, в рамках форума, которую мы и посещаем. Вопросы, пожалуйста, Раштуты. Сергей Викторович, наш канал недавно был на юго-востоке Турции, где проживает курдское население. Мы поехали туда после многочисленных сообщений о том, что турецкие силовики совершают преступления против местного населения. Наша камера зафиксировала ужасные кадры разрушения мирных жилых кварталов, а также свидетельства местных о том, как убивали мирных жителей. Все эти данные, съемку мы отправили в международные правовые организации, но в лучшем случае получали просто отписки. Вот вопрос, как вы оцениваете вот такую реакцию? И по-вашему, нужно ли проводить расследование на юго-востоке Турции? Если позволите, вопрос египтской стороне. Вот Египт является важным региональным игроком. У нас сейчас поступает информация о том, что поток террористов через турецкую границу продолжается. Вот в контексте вывода основных российских авиационных групп при Сирии, как вы оцениваете важность переговоров между Москвой и Вашингтоном по борьбе с терроризмом в Сирии, в регионе. Спасибо. Отвечая на вопрос, который был мне адресован, сразу скажу, что любые сообщения, тем более документированные о грубых и массовых нарушениях прав человека, нарушениях международного гуманитарного права, необходимо расследовать. Для этого есть соответствующие международные процедуры. Главное, чтобы они были задействованы беспристрастно, объективно. И это наши принципиальные позиции. Что касается итогов или предварительных промежуточных результатов Ваших обращений, Вашего телеканала обращений в международные правозащитные организации, откуда Вы получили, как Вы сказали, отписки, то, чтобы составить свое мнение об этом, я просил бы Вас прислать нам копии Ваших обращений и документов, которые Вам направили в ответ на них. И еще, что я хотел бы сказать в этой связи, конечно, это ужасно, когда что-то происходит в рамках внутренних конфликтов, но и этому нужно уделять внимание в соответствии, повторю еще раз, в строгом соответствии с теми международными обязательствами, которые страны взяли на себя в области защиты прав человека и соблюдения международного гуманитарного права. Но не менее серьезны и случаи, когда подобное происходит с нарушением суверенитета и территориальной целостности других государств. И, к сожалению, и в этом контексте Турция тоже фигурирует. Мы знаем, что происходит с действиями турецких вооруженных сил на территории Ирака, что происходит с обстрелами с турецкой территории позиций курдского ополчения в Сирии. В отношении Ирака и вмешательства Турции в его внутренние дела было принято специальное решение Лиги арабских государств. В отношении Сирии не так давно, помните, был ужасный террористический акт в Анкаре, в связи с которым российское руководство, президент России выразили соболезнования родным и близким погибших, выразили солидарность с турецким народом. Но в тот же день турецкое руководство объявило виновных в этом террористическом акте, о каком-либо расследовании и о том, как оно было организовано, не сообщалось. Но объявив, по сути дела, немедленно после этой террористической атаки о том, что виновными являются курды, турецкая сторона стала этим оправдывать продолжающиеся обстрелы, артиллерийские, ракетные, сирийской территории в тех ее районах, где традиционно живут курды. Под тем предлогом, что теракты организованы курдскими организациями. Я считаю, что это требует в контексте тех усилий, которые международное сообщество принимает по сирийскому регулированию, по обеспечению полноценного участия всех сирийских этнических и конфессиональных групп в мирных переговорах, усилие по обеспечению прекращения боевых действий требует жесткой и четкой реакции международного сообщества. Потому что действия Турции, по сути дела, подрывают эти усилия, которые предпринимаются в том числе с одобрением Совета Безопасности ООН. И по вопросам перемирия, и по вопросам доставки гуманитарных грузов, и по вопросам начала политического процесса. Так что еще раз подчеркну, что если у вас есть данные о том, что международные правозащитные организации не реагируют, как это положено по их уставным документам на обращения, которые в их адрес направляются, мы будем готовы разобраться этими фактами, и потом можем свое мнение вам более конкретно высказать. Что касается вопроса о потоке иностранных комбатантов через турецко-сирийскую границу, я полагаю, что международное сообщество должно предпринять серьезные шаги для того, чтобы положить конец угрозе терроризма, устранить ее. Высоким приоритетом пользуется такая мера, как ограничение потока иностранных боевиков. Необходимо подходить к этому вопросу тщательно и очень серьезно. Это давний вопрос. И если кто-то является частью международной коалиции по борьбе с международным терроризмом, невозможно одновременно проявлять расслабленность по отношению к сообщениям о потоке терроризма через границы. Невозможно оказывать финансовую поддержку, техническую поддержку террористам, поскольку все это только расширит возможности террористических организаций и самих террористов. Это даст им возможность работать свободно, подрывать стабильность и единство стран этого региона. Конфликт в Сирии создал огромные возможности для террористических организаций свободно действовать на сирийской территории. Для того, чтобы мы могли преуспеть, мы должны устранить эту угрозу. И для этого необходимо предпринять серьезные шаги с различными компонентами, военные компоненты и так далее. Необходимо сделать все, чтобы остановить поток иностранных боевиков и следить за этой ситуацией. Я могу добавить в этой связи, что по проблеме иностранных террористов-боевиков есть резолюция Совета безопасности ООН, есть резолюция и в отношении незаконного пересечения внешних границ Сирии в целях направления боевиков внутрь страны, в целях обратного трафика, контрабандного, будь то нефть, будь то артефакты, предметы других ценностей. И эти резолюции должны выполняться. Генеральному секретарю ООН в соответствии с этими решениями Сайта безопасности поручено докладывать Сайту безопасности о всех аспектах соблюдения введенных запретов. Первый доклад был распространен не так давно в Сайте безопасности. Мы его считаем весьма и весьма неконкретным. Не нужно занимать страусиную позицию, это слишком серьезное дело, чтобы здесь еще заниматься какой-то политкорректностью. Факты нужно предъявлять членам Сайта безопасности. Рассчитываем, что следующий доклад будет более прямым, более предметным и более честным. Алия Храм, пожалуйста. Сергей Викторович, я не преувеличиваю, если скажу, что весь Египет и наши друзья в России ждут долгожданное ваше решение о возобновлении авиасообщения и туризма с Египтом. Вы только что отметили, что вы обсудили с нашим министром эту проблему. Что нужно конкретно нашим ведомствам и организациям предпринять, чтобы ускорить решение ваше решение по этой проблеме? Спасибо. Я уже сказал, что мы эту тему обсуждали достаточно подробно. И мы заинтересованы, и Египет, естественно, заинтересована Российской Федерацией в том, чтобы как можно скорее завершить согласование всех вопросов, необходимых для того, чтобы прямое авиационное сообщение возобновить. Наши эксперты вскоре после этого ужасного террористического акта вступили в контакт с египетскими коллегами, встретили максимально возможное сотрудничество совместно с египетскими специалистами, изучали ситуацию на месте, были сформулированы конкретные рекомендации, которые по убеждению наших специалистов позволят обеспечить надежную безопасность российских граждан, которые авиатранспортом направляются в Египет и из Египта. Эти рекомендации были рассмотрены египетской стороной, были, как я понимаю, практически целиком поддержаны, и сейчас завершается в России на межведомственном уровне согласование соответствующего меморандума о взаимопонимании между нашим министерством транспорта и египетским министерством гражданской авиации. Мы договорились, что будут предприняты меры для того, чтобы максимально ускорить этот процесс. Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы это туристическое направление, которое было, наверное, наиболее популярным среди россиян, оставалось таким же. И чтобы все те проблемы, которые возникли в связи с террористическим актом, были как можно скорее урегулированы. Думаю, что это не займет слишком много времени. Это зависит от того, как технические специалисты, профессионалы завершат согласование тех подходов, которые, повторю, уже в принципе одобрены обеими сторонами, но нужно их переложить на практический язык тех процедур, которые согласовываются в настоящий момент. Если вы позволите, я коротко хотел бы добавить. Я весьма признателен, что министр упомянул высокий уровень сотрудничества, а также уровень принятия египетской стороной почти всех рекомендаций, которые были представлены нам на рассмотрение. Египет считает, что это решение свидетельствует о тесной связи, существующей между Египтом и Россией. Мы помним о том, что символизирует присутствие российских туристов на египетской стороне. Мы всегда относились к этому дружественно. Мы считаем, что туристический сектор во многом говорит о силе наших связей. Мы сделали многое для того, чтобы повысить уровень безопасности в аэропортах. На всех международных рейсах мы и далее действуем с высочайшей долей ответственности для обеспечения безопасности. Меры по безопасности были ужесточены после того трагического инцидента с сбитием российского самолета на Синайском полуострове. Мы с большой ответственностью относимся к нашим обязательствам в области безопасности. Египет и далее будет делать все зависящее для того, чтобы работать на этом направлении. Мы надеемся, что решение возобновлений полетов будет сделано в ближайшее время. В РИА Новости Сергей Викторович. Госсекретарь США заявила о своем намерении посетить на следующей неделе Россию. Есть ли уже дата визита и планируется ли в ходе переговоров дать оценку ходу перемирия в Сирии? Спасибо. Да, у нас есть договоренность с Джоном Керри о том, что он посетит Российскую Федерацию. Он высказал такую просьбу, и мы с ним договорились о том, что мы проведем с ним здесь переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств. Разумеется, сирийская тема будет одной из центральных, но надеюсь, что мы поговорим и о других аспектах ситуации на Ближнем Востоке и на Севере Африки, потому что все это взаимосвязано, в том числе и с учетом того, что ИГИЛ пускает в свои корни все в большем количестве государств. Спасибо большое. На этом мы завершаем пресс-конференцию без участия. Поехали.